Рецессия. Остановитесь здесь. Империя мертвых. Именно эта надпись выбита на каменной плите воротника. Полиция встречает каждого путника, рискнув спуститься в зловещие парижские катакомбы. Однажды встретила и меня, после чего началась жуткая череда страшных событий, которые впоследствии целиком и полностью изменили мой взгляд на этот мир. Доселе я еще никому не рассказывал о том роковом эпизоде в своей жизни. Что в свою очередь, слишком сильно беспокоит меня, не давая спать по ночам и даже нормально есть. Позвольте мне все же приоткрыть завесу правды об одном из самых загадочных и мистических мест на планете. А именно о парижском подземелье. С чем ассоциируется Париж у большинства людей? Конечно же, страсть и романтика. Прогулки у сены головокружительной вице и филевой башни, а также величественные музеи. Но есть у этого прекрасного города и другая сторона медали, скрытые глубоко под землей. Речь идет о великих катакомбах Парижа, мрачном и темном подземелье, где окончили свой путь один миллион людей. А теперь немного предыстории. Парижские катакомбы были созданы еще 10 метров веки. Раньше в этом месте располагались каменоломни из добытого здесь известняка. Позже были возведены стены Лувра и соборы Парижской Богоматери. Археолог Лаги полагает, что к сегодняшнему дню площадь катакомб расширилась до 300 тысяч квадратных метров, а покойников насчитывает более 7 миллионов. В среднее веко из-за бубонной чумы. А также при поддержке Варфоломеевской ночи церковные кладбища уже не могли вместить тело всех усопших. Вдумайтесь, на одном лишь кладбище невинных было похоронено 30 поколений человек и их останков. Трупы людей просто складывались друг на друга и засыпали землей, создавая нечто похожее на курганы, которые в свое время могли достигать до 3 метров в высоту. Но вскоре стены кладбища начали разрушаться, и на улице, а также в подвалы некоторых зданий начали выливаться разрушения гниющей тела. Париж буквально стал задыхаться в крупных испарениями. А жители близлежащих домов и вовсе умирали от жутких ядов. Иного выхода, кроме как поместить останки в бывших заброшенных каменоломнях, у людей не было. Поэтому муниципалитет постановил начать захоронение на их территории. Вы только попробуйте себе представить, какую энергетику впитало в себя это место. Останки 7 миллионов человек выставлены на всеобщее обозрение, и туристы до сих пор могут узреть стены и потолок, которые целиком выложены из черепов и костей погибших в Варфоломеевской ночи, а также жертв страшных болезней средневековья. Слухи и мифы окут или эти проклятые истины? И мне, в свою очередь, довелось услышать от местных обитателей парочку страшных историй, которыми я с вами сейчас с удовольствием и поделюсь. Итак, туристический маршрут проходит всего на полтора километра, но, согласитесь, это ничтожно мало. Ведь примерная длина тоннелей составляет аж до 300 километров. В остальных секциях, куда не пускают туристов, кости просто разбросаны огромными кучами по полу. И лишь мертвые знают всю правду. Что же все-таки живет внутри, под землей? Согласно легенде, в подземных галереях Мансура, расположенных под одноименным парком, и по сей день обитает таинственное существо. Оно обладает невероятной скоростью и появляется внезапно, словно из-под земли. Никто толком не смог описать монстра, чье появление, скорее всего, заканчивалось для людей и их гибелью. Но очевидцы утверждали, что он больше похож на обычную тень. Правда, от него веет холодом и трупный рядом. За все время из многих тысячи пропавших нашли только одного в 1792 году. Сторож церкви Вальграсс спустился в подземелье за бутылочкой вина из находившегося поблизости аббатства. Назад он так и не вернулся. Что было довольно таки странно, ведь сторож знал этих галерей как свои пять пальцев. Никто не мог объяснить и того факта, что спустя 11 лет его скелет обнаружили рядом со входом в подземелье. Опознать останки смогли по одежде, а также ключом, который до сих пор висели у покойника на шее. Но все эти пропажи и легенды лишь привлекают новых туристов и экстремалов, готовых в одиночку отправиться в запутанные лабиринты парижских катакомб. Так, например, была опубликована таинственная запись, найденная в одном из туннелей, снятая в середине 90-х человеком, который исследовал катакомбы самостоятельно. Мужчина с камерой медленно направлялся вглубь подземелья, снимая все на своем пути, и чем глубже спускался оператор, тем быстрее становился его шаг. Это говорит о том, что человек был напуган, и пытался избежать встречи с чем-то неизвестным, и судя по всему, очень страшным. Вскоре, сменив шаг на быстрый бег, человек начал удаляться все дальше, и дальше вглубь закрытого участка катакомб. Постоянно осматривая и проверяя, преследует ли его кто-то или, может, что-то, парень зашел настолько далеко, что земля под его ногами сменилась водой. Было также отчетливо слышно тяжелое, сбивчивое дыхание и страх. Страх чего-то неизвестного, скрывающегося в глубине 300-километрового лабиринта. В какой-то момент мужчина бросает камеру, и последнее, что она смогла записать, это звуки стремительно удаляются. Шагов позже данная видеосъемка все же была обнаружена полицейскими, но эта находка, увы, не смогла помочь найти владельца камеры. К слову, судьба оператора и по сей день остается неизвестной. Слушая все эти байки, рассказанные местными жителями города любви, и сидя при этом в одном чудесном пабе, попивая коктейль, меня все больше выражала мысль скорее отправиться в великие катакомбы, которые в тот момент находились буквально под моими ногами. Тем более мой двухнедельный отпуск в Париже уже подходил к концу, и хотелось увидеть как можно больше всего интересного. И запоминаю. А если при этом еще и получится пощекотать себе нервы, то поездка однозначно выйдет удачной и незабываемой. По крайней мере, так я считал тогда, сидя в уютном безопасном баре, даже не подозревая, какой ужас мне предстоит пережить в будущем. Из-за одного моего неверного решения. Проснувшись на следующий день, после вкусного завтрака, я отправился гулять по уютным улочкам Парижа. Уже было позабыв о вчерашних грандиозно иных планах, которые строил весь прошлый вечер, сидя слегка опьянением в пабе. И вот, проходя мимо очередного дома, я заметил небольшую пристройку черного, как уголь цвета, которая располагалась вплотную с вышеупомянутым зданием. Возле нее было небольшое скопление людей, некоторые из них стояли в очереди, жаждущие наконец зайти внутрь, а кто-то и вовсе увлеченно слушал человека, который очень красочно что-то повествовал рядом стоящим людям, потихоньку вспоминая свои. Недавно построенные планы, я стал приближаться к уже нарастающей очереди. Как выяснилось, черная пристройка, коих в Париже было немало, являлась входом в те самые жуткие катакомбы, которые были битком забиты человеческими костями, и, вероятнее всего, душами умерших людей. Заинтересованно слушая истории гида в парижском подземелье, я и не заметил, как ко мне справа подошел незнакомец, который, простояв рядом со мной минуты три и не отрывая при этом взгляда от рассказчика, задал вопрос вы и цифрам. Сперва мне показалось, что мужчина сказал это не мне. Но после того, как он спустя несколько секунд взглянул на меня и вновь повторил ту же фразу, я слегка ответил им Фром Раша. А русский привет! Как дела? Дружелюбно и совершенно внезапно заговорил со мной иностранец. Как оказалось, это был один из так называемых черных гидов, который из-за небольшую плату мог сопроводить группу экстремалов-путешественников в самые дальние уголки катакомб. Насколько это вообще было возможно? Честно признаться, я был немножко растерян, так как человек, который представился Пьером, был мне абсолютно незнаком. К тому же я находился в чужой стране, и верить здесь кому-либо было бы полной глупостью. Но пообщавшись с Пьером примерно с час, и задавая ему все волнующие меня вопросы, а также уточняя детали нашей будущей ходки в подземелье, я принял решение, что мне все же интересно предложение незнакомца. Во-первых, стоимость услуг, оказываемых будущим гидом, были примерно в два раза дешевле официальных туров, что просто не могло не привлекать. Во-вторых, наш маршрут пролегал в запрещенном секторе подземного лабиринта. Что, несомненно, добавляло пикантное чувство остроты, смешанное с усиливающимся азартом не быть пойманным, а после арестованным, так как запрещенные сектора частенько патрулируют с французской полицией. Ну и в-третьих, как правило, то, что пытаются активно запретить, явно куда интереснее разрешенных безопасных маршрутов. Что я, само собой, прекрасно понимал. К тому же Пьер брал все риски на себя и был хорошо ознакомлен с катакомбы, так как, по его словам, он провел в них практически всю свою жизнь и успел побывать гидом у сотни таких же, как я, туристов. Положительный ответ не заставил себя долго ждать, и мы, обменявшись рукопожатием, наконец назначили день совместной вылазки в Парижское подземелье. Вместе со мной в недра некрополя также направились двое американцев и один немец. Разношерстный коллектив меня ни разу не смутил, ибо я был только рад, что со мной в таком зловещем и жутком месте не будут особо разговаривать, отвлекая от возможной угрозы. В лице если и не чудовищ, то, по крайней мере, служителей правопорядка. Встретившись в назначенном месте и в заранее оговоренное время, Кьер всех поприветствовал на разных языках. На мое удивление, все ребята оказались довольно-таки душевные. И после того, как мы все дружно познакомились, наш гид также на разных языках начал нам рассказывать, какие меры предосторожности стоит принять, находясь под землей. В основном это были банальные вещи по типу не поднимать с пола черепа и кости, не кричать, а также ничего не рисовать на стенах и строго держаться вместе друг за другом, дабы по глупости не потеряться. Ибо если предварительно не изучить карты, то есть без крайних коридоров лабиринта выбраться будет практически невозможно. Но также было и то, что, признаться, заставило меня слегка занервничал. Ведь Пьер довольно серьезным тоном заявил, что если мы услышим какие-то странные звуки, доносящиеся из глубин эком, то немедленно будем обязаны сообщить об этом ему. После чего наша группа, должна будет покинуть империю мертвых как можно скорее. На наши вопросы, какие странные звуки, мы можем там услышать и кто их может издавать, наш гид коротко ответил лучше вам этого не знать. Конечно, в тот момент, услышав подобное заявление, я мог смело развернуться и уйти обратно к себе в гостиницу. К тому же оплата по договоренности шла после того, как мы выберемся наружу. Но так уж, к сожалению, устроен человек, что зачастую любопытство и неизвестность все же берет свое. Как вы уже могли догадаться, все мы были готовы к нашему экстремальному путешествию. Но вот готовы ли мы были к тому, что произойдет с нами через несколько часов? Увы, нет. Как я уже говорил ранее, катакомбы Парижа существуют не один и даже не десять ходов. Их настолько много, что власти попросту не могут контролировать все пути в таинственное подземелье, чем мы, безусловно, не могли не воспользоваться. Наконец, зайдя в очередную пристройку пепельницы черного цвета, нашему взору предстала простая винтовая лестница, ведущая глубоко вниз под землю. Аккуратно спускаясь по ней. Я замечал, что солнечный свет, недавно успокаивающий и горящий нам теплые чувства уюта и некой безопасности, стал постепенно тускнеет. И на смену ему пришел неяркий, будто без, жизненный желтоватый свет ламп. Идя по коридору плотной группы, друг за другом, нам были слышны лишь звуки хруста гравия под ногами в перемешку с тяжелым дыханием. И ничего более. Мертвая могильная тишина окутал эти жуткие коридоры. И порой, вспоминая рассказы местных жителей про монстра, обитающего где-то в недрах некрополя, становилось как то не по себе. Одно дело слушать и не верить, сидя в безопасном баре, где тебя окружает куча людей, а другое, когда ты сам спустился в эти темные катакомбы и будешь здесь практически безоружной, словно прыщ на коленке. И лишь когда ты уже спустился внутрь и понимаешь, что назад пути нет, только тогда начинаешь задумываться, а нужно ли было все это мне. Пройдя мимо ворот с предупреждением о том, что далее вход живым запрещен, и начинается империя мертвых. Мы зашли в хорошо освещенные секции, в которых лежали груды ровно сложенных костей, образующих узоры, и всевозможные арки. На мое удивление, туристов здесь практически не было, хотя сам неоднократно замечал огромные очереди желающих на пути к спуску в мрачные лабиринты. По словам Пьера, этот освещенный сектор нам необходимо было пройти как можно скорее, дабы не попасть в руки законников, ведь полицейские патрули здесь были не редкостью. И вот, в очередной раз свернув в доселе неизвестном мне направлении, перед нами возник узкий темный тоннель, по которому нам всем необходимо было перебраться на другую сторону, где, по словам нашего гида, начинается самое интересное. Мрачные и запрещенные. Этот тоннель являлся очень узким, примерно метра высотой, а на полу были хаотично разбросаны желтые черепа и кости давно умерших людей. Самое жуткое было то, что нам предстояло буквально ползти по останкам мертвых, что само собой вселяло ужас в наше сердце. Но назад дороги не было, и это понимали абсолютно все. Наш гид тем временем лишь хитро ухмыльнулся, понимая, что мы в данный момент беспомощны. И единственной надеждой выбраться наружу – это он сам. Сперва все было довольно неплохо, хотя, честно признаюсь, уж чертовски не хотелось возвращаться назад тем же путем. И я рассчитывал на то, что обратно Пьер все же нас выведет через другой выход. Но вскоре пропал заяц через всю эту кучу костей и черепов. Я сперва стал замечать какой-то странный треск. Поначалу мне казалось, что это все моя разыгравшаяся фантазия. Или же вовсе кто-то неаккуратно наступил на чей-то череп, который в силу своего времени не выдержал тяжести под напором веса и хрустом. Но вскоре звук повторился, да так, что его услышали уже абсолютно все участники группы, и наш гид, который все это время полз впереди и громко крикнул, чтобы мы дружно поторопились. Как выяснилось позже, причиной такой спешки стал потолок, который находился в аварийном состоянии. И впоследствии, буквально после того, как я успел вылезти последним, он громко обрушился прямо на останки, под которым выползли несколькими минутами ранее. Сказать, что я был в шоке, это значит ничего не сказать. Ведь буквально еще бы несколько секунд промедления, и я бы, скорее всего, пополнил коллекцию местных обитателей своими внутренности, имея отказ, сливаясь от пыли, которая забила близлежащие коридоры после обвала. Мы злобно смотрели на нашего гида, который нас всех чуть не погубил. А Пьер в свое оправдание лишь проговаривал, что за все его многочисленные вылазки в эти катакомбы он впервые сталкивается с подобного рода обрушением и удивлен не меньше нашего. Спорить с ним, конечно же, никто не стал, ведь не хватало еще было ругаться друг с другом, находясь глубоко под землей. К тому же только и гид знал, где находится выход из шахты. Поэтому вся наша группа пришла к общему знаменателю, что пора скорее выбираться отсюда. Ведь неизвестно, решит ли обрушиться на нас еще какой потолок или стена. Само собой, ни о каком настроении не шло и речи. Все были жутко перепуганы, и хотелось как можно скорее попасть обратно наружу, и вновь почувствовать на себе теплые лучи солнечного света. Но у меня было предчувствие, что что-то явно было не так. И если сперва я еще не понимал, что являлось причиной моего сильного беспокойства, то вскоре я заметил, как Пьер кардинально изменился в поведении. Если раньше было видно, как он уверенно ведет нашу группу, явно зная точный маршрут, то сейчас проводник мог минут пять стоять на развилке и думать, в какую сторону нам следует пройти. И возможно, мы бы так и продолжали следовать за ним все дальше и дальше, удаляясь вглубь бескрайней трехсоткилометрового лабиринта. Но в один прекрасный момент мои нервы не выдержали, и я строгим голосом, чуть ли не крича, спросил нашего гида, знает ли он, где находится выход из катакомб. Его ответ поверг всех нас в шок, и волна паники моментально захлестнула всю нашу группу. Так, как оказалось, Пьер вовсе не знал, как вернуться обратно, ведь у этого шарлатана был один-единственный маршрут, по которому он всегда водил людей на своих экскурсиях. После обвала гид пытался найти новый коридор, ведущий нас к лестнице, но лишь усугубил наше положение, уводя группу наугад все дальше и глубже. Буквально после того, как он сообщил эту ужасную новость, у ребят, включая меня, началась жуткая паника. Кто-то стал метаться из стороны в сторону в надежде, наконец найти долгожданный выход, а кто-то и вовсе громко кричал «зови на помощь». И, видимо, рассчитывая, что на глубине более 20 метров, нас сможет услышать хоть кто-нибудь. И лишь я один, стоя на месте, тихо вслушиваться в хаос, царящий вокруг. И, кажись, именно в том мгновение услышал слегка приглушенный, еле доносящийся откуда-то из глубин катакомбы звериный вой. Сперва я подумал, что это всего лишь эхо моей разыгравшейся фантазии бушует у меня в голове. Но после того, как вой повторился, уже гораздо ближе и отчетливее, я вдруг осознал, что мне явно не показалось. И на нас с дикой скоростью движется что-то очень быстрое и, вероятно, опасное. Пьер, который сидел все это время на корточках, прислонившись к влажной стене коридора, с бешеным страхом в глазах крикнул всем, чтобы они сейчас же прекратили шуметь и остановились. Но его, увы, уже никто не слушал. Ребята, не замечая абсолютно никого вокруг, продолжали активно шуметь, даже не подозревая, какую беду в тот момент на нас всех накликать ли. В одно мгновение немец, который решил в одиночку уйти и искать выход. Видимо, не понимая, насколько важно оставаться всем вместе. Внезапно жуткий заряд, будто бедолагу настигло нечто страшное и принялось рвать на куски. Крик был настолько близко, что его услышали уже абсолютно все члены нашей оставшейся группы, и двое американцев тут же принялись бежать прочь, куда глаза глядят, что в будущем стало для них фатальной ошибкой. В пыль. Немцы уже к тому моменту стих, и послышались быстрые и отчетливые шаги, которые стремительно приближались в сторону убегающих в панике людей. А мы с Пьером тем временем стояли на месте, и с бешеным страхом в глазах лишь слушали. Как существо с диким брюхом уже догонял своих будущих жертв. Мой мозг отказывался верить во все происходящее. Легенды о таинственном существе, живущем под Парижем, оказались истинной правдой, и нам, к великому сожалению, пришлось убедиться в этом на личном опыте. Продолжая стоять на месте, я и не заметил, как Пьер, воспользовавшись моментом, аккуратно развернулся и стал медленными, тихими шагами удаляться прочь в неизвестность. И все бы у него вышло удачно, если бы не один роковой случай, который и предопределил его дальнейшую судьбу. Идя в темноте и оборачиваясь назад, бывший гид не смог заметить кость, лежащую на земле, и потому, неаккуратно наступив на нее, предательски треснуло. И прозвучал сильный хруст, который выдал явное местоположение следующей жертвы монстра. Тут же раздался громкие трупы, и быстрые шаги стали приближаться уже в нашу сторону. Пьер зарал, будто раненый зверь, попавшийся в капкан. А ежели сесть на корточки? Прижавшись к мокрой холодной стене тоннеля, закрыл уши руками и лишь молился, чтобы меня не учуял эта тварь, которая беспощадно расправлялись со всеми людьми, некогда бывшими членами моей группы. Мимо меня промелькнула высокая темная фигура, напоминающая человека, от которой веяло холодом, и трупный рядом. Предсказуемо существо быстро нагнал Кьера, и, повалив на землю, стал безжалостно рвать на куски. Бедная человека. Любопытство вновь взяло верх над здравым смыслом, и я, медленно повернув голову в сторону всего происходящего свете фонаря, смог лицезреть ту безумную тварь, которую доселе ни одному живому человеку так и не удалось увидеть. Оно напоминало огромных размеров полосатого оборотня. Правда, голова походила больше на человеческую, на которой у монстра вместо ушей и носа были лишь отверстия. Страшный облик дополняли выдвинутые колени в обратную сторону и огромных размеров когти на руках и ногах, которыми тварь с легкостью разрывала человеческую плоть, засовывали куски мяса в свою ужасную костную пасть. Слезы неволи текли по моему лицу. Ведь я понимал, что, скорее всего, больше никогда не увижу солнечный свет и не смогу полной грудью вдохнуть свежий чистый воздух, по которому за все проведенное время под землей уже успел дико соскучиться. Существо, уже тем временем, быстро расправившись с моим бывшим проводником, внезапно подняло голову и стало, будто пресс вслушиваться к вцарившей вокруг могильной тишине. Я, в свою очередь, старался даже не дышать, не давая в лишний раз подсказки о моем местоположении тому жутком зверю, который, судя по всему, был абсолютно слеп. Ведь я находился практически в пяти метрах от него. И тут при всем своем желании так не смог меня обнаружить. Анализируя каждый свой шаг вплоть до сантиметра, дабы не повторить печальную участь Пьера. Я медленно шел по темному коридору в неизвестном для себя направлении, лишь бы поскорее убраться как можно глубже и дальше, уже даже не надеясь выбраться из бескрайних тоннелей подземелья. Иногда я все же слегка улавливаю эхом тут самый жуткий вой, который слышал незадолго до этих ужасных, душераздирующих событий, когда наша группа экстремалов была все еще жива. Периодически я слышал, как звуки того невидимого озарения приближались. И я тотчас же садился на корточки и закрывал уши, молясь всем богам на свете, чтобы монстр не смог обнаружить после и вовсе нещадно расправиться со мной. Время шло, и силы постепенно стали покидать мое измученное тело. К тому же телефон давно разрядился, и я попросту не имел даже малейшего понятия, сколько уже часов бродил по этим летучим катакомбах. Иногда мне казалось, что я слышу души умерших людей, похороненных здесь несколькими веками ранее, что было странно, я их прекрасно понимал, организовали меня с собой и просили остаться с ними в этом темном огромном склепе. Вскоре, но еще боль в ногах от дикой усталости все же заставила меня остановить и присесть, облокотившись к очередной холодной стене коридора. Просидев так минут пять, молчаливо рассуждая о отчетности бытия, меня неожиданно потянуло в сладкие объятия морфея, и я в то же мгновение отключился. Что же мне тогда снилось, уже, увы, не припомню. Но, скорее всего, что-то светлое и хорошее. Ведь когда меня нашел полицейский патруль, на моем грязном, уставшем лице была счастливая улыбка. Луч фонаря ярко светит и прямо в глаза неожиданно разбудил меня. Я еле сдержался, чтобы не крикнуть, ведь из головы до сих пор не выходили те жуткие эпизоды моего недавнего прошлого. Как вы уже могли понять, меня каким-то чудом смогли обнаружить патрулирующие, очередной запрещенный сектор катакомбы, и если бы не полицейские. Я бы, скорее всего, так и остался в том проклятом лабиринте навсегда. Людей, которые были в моей группе, так и не смогли найти. Как я и ожидал моей версии случившегося, с жутким чудовищем, которое обитает глубоко под землей. Не поверили, и после нескольких дней безрезультатных допросов, мне лишь выписали штраф за несанкционированное проникновение в запрещенные сектора катакомб, после чего благополучно отправили обратно домой. Верить этой истории или нет решать только вам. Но проверять, что же на самом деле творится в секциях Парижского подземелья – крайне опасное дело. Ведь, углубившись в царство мертвых, вы, сами того не желая, рискуете стать его частью. Парижского подземелья – крайне опасное дело. Продолжение следует... Продолжение следует...